МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Такие же». С вами Татьяна Трофимова и Павел Никитин. Паш, чем ты сейчас вообще занимаешься? Какие планы на будущее строишь? Сейчас мы готовим документы для подачи на грант в поддержку нашего спортивного проекта «Белый друг». Совместно с Центром Одежки инициатив. Основные силы мы сейчас бросим на подготовку нашего традиционного мероприятия «Рыбалка без границ». Что вы делаете для этого? Все просто, и мы уже заранее уверены, что у нас все будет хорошо. А все почему, как думаешь? Потому что мы на правильном пути. Собираем команду, определяем задачи, цели, ну и работаем. Отлично! Главное же действовать и верить в себя. Я тоже так считаю. А когда ты веришь, а когда в тебя верят еще твои родители, близкие, друзья, преодолевать трудности становится намного легче. Это точно. Один из самых счастливых дней для любой девушки – день свадьбы. Татьяна Собакаева, а теперь уже Афанасьева, счастливая жена и совсем скоро молодая мама. К тихому семейному счастью она стремилась всю жизнь. Для меня всегда было, чтобы молодой человек, мой, допустим, будущий муж, хотела, чтобы воспринимала, какая я есть. Просто когда я встречалась вообще с парнями, общалась, дружила, они сначала да-да, понимали у меня там, что ты человек с ограничением. Но они потом понимали, и я потом со стороны видела, но не видят со мной какую-то жизнь дальнейшую. Им нужна девушка, как они. А Саше тут, я вообще не думала, что у нас так все получится серьезно. Но я не думала, что потом мне Саша, допустим, предложат дружить. Потом какое-то время своей маме рассказал по поводу меня. Я вот боялась, что его на маму не так воспримет. Но ничего страшного. Мама, наоборот, все к лучшему, хорошо бы уж поняла, да. Понравилось то, что она своей добротой, своем отношении к жизни, то, как она относится к людям. Она относится к людям с доверием, уважает людей. То, что пришлось пережить Татьяне, чтобы стать такой, как сейчас, знают только родители и очень близкие люди. Девушка перенесла более 10 операций на суставы и глаза. Реабилитация в больницах, восстановление в санаториях. Родители сделали все возможное и невозможное в борьбе с детским церебральным параличом. Татьяна помнит каждый шаг, помнит, как отстаивала свое право учиться в обычной школе. Помню, с мамой пришли. Была комиссия, чтобы как, что и как. Решали, какую школу дать мне там, обычную линию, но специальную какую-то школу. Со мной занималась вот мама и преподаватели. Вот, но все-таки решили, ладно, чтобы я пошла в обычную школу. Таня всегда была общительной, дружила со всеми детьми во дворе. Но в школе сталкивалась и с непониманием. Некоторые мальчишки не понимали, что со мной. Но бывало то, что в школе вообще в целом, кто видел, что я плохо хожу, там прихрамываю, ну да, я прихрамываю, действительно. Вот, издевались. Ну, прям даже изображали, как я хожу. Ну, в то время никто не учил, да, ну, то, что нужно хорошо относиться к человеку с ограниченным. Возможно, то, что лучше помоги, чем изображать. Меня обижали. Вот. И были такие девочки, которые за меня всегда заступались. Наперекор всем и вопреки всему выбирала себе непростые увлечения. К примеру, кружок по бальным и эстрадным танцам или секцию легкой атлетики. Причем в спорте занимала призовые места на всероссийских соревнованиях. Когда бегала, даже ножки стали здоровы, даже изменилась, ну, поймешь, чуть-чуть начала хромать. Вот, я для себя старалась. На столе у Тани десятки дипломов и медалей за успехи в спорте, участие в общественной жизни школы, училища, университета. Тут один диплом есть по дартсу, но большинство, все дипломы вот эти, мои награждения по легкой атлетике. Вот, я бегала 60 метров, 100 метров, 200-400. Вот, вот эти все, первые два ряды, все связано с спортом. Я даже получала президентскую степень. После окончания школы Татьяна поступила в 23-е училище. Там как раз впервые открыли набор по специальности оператора ВМ для людей с ограниченными возможностями здоровья. Открыли группу, были люди, как по моему диагнозу ДЦП, и вот были разные диагнозы, и были трое человек, кто не слышал, были глухи-немы. Всего лишь два парня у нас, кстати, были здоровые люди. И они к нам хорошо относились, помогали, бывало друг друга. В филиале Российского государственного социального университета получила профессию социального работника. Когда она готовилась к госэкзаменам, друзья привели ее в общественную организацию «Свобода». Это был 2014 год. Свобода стала, как большая еще одна семья. Как свобода появилась, я всегда начала активность. Почему? Потому что я близких друзей потеряла. Друга потеряла близкого, у него там сложилось, сердце не выдержало, погиб, вымер. И подруга. И я тогда чуточки в депрессию действительно ушла. Думаю, надо брать себя в руки, надо активничать, чтобы не уйти в себя. Общественная работа занимала много времени, но надо было и на что-то жить. Я тогда искала и работу. С работой было очень тяжело. Когда диплом получила, я сама искала, звонила, через интернет искала работу. Когда получила десятки отказов от работодателей, решила встать на учет в Центр занятости населения. Еще полгода безуспешного хождения по различным организациям. В конце концов, специалисты Центра занятости не могли не заметить упорную девушку. И пригласили ее к себе в отдел работы с инвалидами. Я согласилась, потому что я очень сильно хотела работать, потому что я хотела денежки откладывать, копить на красивое платье, копить на реабилитацию элементарную, встречаться с друзьями. Ну, на одной пенсии же не проживешь. А у третьей группы по инвалидности очень мало пенсии. Они вначале, наверное, тоже боялись брать с человеком с ограничения. А вдруг не справлюсь, это же все-таки там в Центр занятости ответственная работа. Было нелегко, но Татьяна справлялась. Потом устроилась в Московский политехнический университет, работала секретарем на кафедре. А сейчас трудится в редакционно-издательском отделе. Девочки говорят, иди, иди, говорит, там же студенты, говорит, ну, все-таки молодежь, тебе будет весело, ты же такая психиатр, то все, мы в тебя верим, ты справишься, все будет хорошо. А я всегда искала работу в Новоижном районе, ну, чтобы недалеко было добираться. Мне и так было тяжело собираться там по утрам, и вообще, допустим, быстро не могу собраться. Работа подошла. Хоть университет не такой большой, нормальный, но самое главное, то, что дружный коллектив и сотрудники, и преподаватели. Мне это очень нравится. Открыть свои возможности Татьяне помогли друзья из общества «Свобода». Подготовка концертов, нужных и полезных встреч, помощь в решении каких-то личных вопросов. Она и студентов из Московского политехнического университета привлекла к общественной работе. Благодаря Павлу и всем ребятам я стала уверенна в себе. Вот. Ну, естественно, родители тоже над этим со мной работали. Вот. И когда начала работать, я действительно очень изменилась по характеру там. Возрослела очень, стала уверенна в себе. Это очень здорово. В общество «Свобода» приходят и те, кому нужна помощь, и те, кто хочет помочь. Кстати, именно там Татьяна познакомилась со своим мужем Александром. Общество «Свобода» как раз пошло на мероприятие, посещение цирка. Было около Мергамола, а мы с другом как раз тоже подъехали туда. И вот подошла Таня, девушка Таня. Подошла, спросила, как вас зовут. Он мне сказал, да, меня зовут Саша. Я почему спросила, наверное, потому что он мне очень сразу понравился. Я счастливый человек. И появился у меня любимый человек уже, муж. Вот. Теперь у меня есть своя семья, и я очень рада. Есть у Татьяны и еще одно желание. И мечтает об этом не она одна. Вообще я хочу, чтобы для нас, для людей с ограниченными возможностями, для взрослых построили реабилитационный центр. Реабилитационный центр есть до 18 лет. Это на проспект Мира. Я там сама в детстве лечилась, и все мои друзья, знакомые тоже там лечились. Но когда в 18 лет нам исполняется, мы, честно грубо говоря, никому не нужны. Да, мы стоим в очередь, чтобы получить путевки, отдохнуть. Но что это такое? Один раз в год, и через 5 лет ты получаешь. Это не дело, я считаю. Но каждому человеку нужно каждый год реабилитация. Почему у меня такая есть мечта? Во-первых, мне хочется лечиться самой, и чтобы все люди, кто по сташе, тоже лечились. Потому что по 18 лет, извините, мы никому не нужны. А реабилитация нужна. Да, реабилитация необходима для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, получив травму. Поэтому для того, чтобы стать полноценным членом общества, вновь нужна, просто необходима физическая реабилитация. И, к сожалению, в городе у нас нет полноценного реабилитационного центра, и мы не раз обращались в разные организации для того, чтобы руководство пошло навстречу. И эта наша больная тема все-таки как-то стала решаться. С тех пор, как в эфир вышла программа «Такие же», в редакцию к нам тоже поступают вопросы по поводу реабилитационного центра. для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. С этим вопросом мы обратились в Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты Республики. Меня зовут Петр. В 2002 году я сама в позвоночнике. У меня сейчас инвалидность первой группы. С тех пор, как я сам себе принадлежу, никакой реабилитации у нас нету, никаких реабилитационных центров. Что проходить там, тренажеры специальные, еще что-то нибудь. В больницу ложиться, у нас там ничего такого нету. Просто обычные процедуры и все, не массажи, а вот не тренажеры. Нормальной реабилитации у нас в Чувашии нету. Болезни прогрессируют, если умею лечиться, к сожалению. А жить-то хочется. И очень хотелось бы, чтобы открыли какое-нибудь отделение для взрослых людей с инвалидностью, либо центр какой-нибудь, чтобы получить полноценное лечение. Меня зовут Анна, мне 32 года. В 2012 году меня сбил автомобиль. У меня было множество травм, черепно-мозговая травма. Я чудом, можно сказать, осталась жива. И вот теперь я восстанавливаюсь. Слава Богу, сейчас все вроде приходит в норму. Я наконец-таки начала ходить, но только с помощью трости. Я научилась дышать, стоять, разговаривать. Но все равно-таки остались у меня проблемы. На данный момент я нуждаюсь в реабилитации. Мне нужен качественный реабилитационный центр. Потому что в нашем городе для детей он есть. А для взрослых его нет. За разъяснением ситуации по этому поводу мы обратились сразу в два ведомства. В Минздрав и Министерство труда и социальной защиты населения Чувашии. В настоящее время у нас на территории Чувашьей республики как такового центры по реабилитации и реабилитации инвалидов старше 18 лет пока не созданы. Но на территории Чувашьей республики проводится очень много мероприятий. На сегодняшний день у нас примерно 82 тысячи инвалидов. Это составляет 7% от общего населения. Реабилитация происходит по индивидуальным программам реабилитации и реабилитации инвалидов, которым выдаются медико-социальные экспертизы по Чувашьей республике. В отделении дневного пребывания в Центре соцсобслуживания населения, в Минтруда Чувашьей созданы все условия для социально-бытовой, социально-средовой и социально-культурной реабилитации инвалидов. В комплексном Центре соцсобслуживания города Чебоксары создан проект «Возрождение». Целью проекта является интеграция молодых инвалидов от 18 до 30 лет в общество. Также у нас есть пункт проката технических средств реабилитации. В 2018 году был пилотный проект, куда вошли Передский край и Свердловская область, именно про реабилитацию и реабилитацию. И вот оснащение как раз приемочных квартир, приобретение оборудования. Прошло, к сожалению, у нас не получилось, но в этом году мы подали заявку. Сейчас на Координационном совете Минтруда России, примерно, наверное, в июле, да, июне-июле этого года, будет решаться, какое оборудование нам поступит в этом году. В региональном министерстве здравоохранения рассказали, где и как можно пройти медицинскую реабилитацию людям с ограниченными возможностями здоровья. Реабилитация проводится тогда, когда есть ограничение функциональных возможностей. И выстраивается на трех этапах. Первый этап – это при остром заболевании, когда пациент только перенес событие, например, инсульт, он попадает в сосудистое отделение, и там тоже проходит реабилитацию. Второй этап – стационарный. Он для тех пациентов, которые не смогли встать после этого острого заболевания и самостоятельно ходить в поликлинику, получать реабилитационную помощь. Это тяжелые инвалиды. Они реабилитируются стационарно. Вот такие отделения, допустим, по неврологии. Это в нашей ГКБ больнице, которой я заведую отделением на 40 коек. Это в нашей больнице отделение травматологии, ортопедии, реабилитация на 60 коек для пациентов. Вот еще раз говорю, с протезированием суставов и переломами сложными. И пациенты кардиологического профиля на 30 коек. Отделение кардиологической реабилитации в кардиодиспансере. Кроме того, имеется отделение амбулаторной реабилитации. Это третий этап считается, когда пациент может самостоятельно дойти. Он частично ограничен в своих возможностях и может самостоятельно дойти до поликлиники и пройти реабилитацию в условиях дневного стационара. Это у нас основное отделение такой амбулаторной реабилитации в 1-й Чебоксарской больнице имени Осипова. На Михаила Сиспель, 24 отделения. Оно обслуживает все три профиля. Как кардиологию, так неврологию и травматологию. А также в условиях санатория Надежда. Там имеется тоже дневной стационар, когда пациент может приезжать, уезжать или проживать в санаторий Надежды. Это уже в зависимости от их пожелания. Все это проводится в рамках ОМС, то есть бесплатно. Но пациентам пока они имеют свой реабилитационный потенциал, пока они восстанавливаются. Показания определяют, ну, в первую очередь, это лечащий врач. Конечно, к нему надо обратиться. И, скорее всего, первый год-два это врач по профилю. Например, если инфаркт миокарда, то к кардиологу, если инсульт, то к неврологу и так далее. Если это уже отдаленные последствия, то обращаются к участковому терапевту, который должен направить на определенную реабилитационную помощь. Что касается пациентов, которые уже исчерпали свой реабилитационный потенциал и длительно находятся в состоянии заболевания хронического и его последствий, то такие пациенты обычно получают помощь по восстановлению определенному, по поддерживающему лечению через участкового врача. То есть это как медикаментозная терапия, так и различные физические методы. Допустим, физиотерапия – это в отделениях физиотерапии и восстановительного лечения по месту жительства. У наших соседей, к примеру, есть государственные комплексные центры реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья. Один из них в Казани – Центр реабилитации инвалидов-восхождения. Там оказываются социально-медицинские, психологические, педагогические, правовые, социально-трудовые услуги инвалидам. Люди с ограниченными возможностями здоровья из Чувашии не теряют надежду, что когда-нибудь и в Чебоксарах появится подобный центр. Паша, мне кажется, тебе вообще очень повезло с друзьями. Во-первых, у тебя их очень много. Во-вторых, они всегда с тобой сопровождают тебя на прогулках, на различных мероприятиях, даже сегодня здесь с нами. Да, повезло. Именно с этим мне как раз-таки повезло. С друзьями, с товарищами, с близкими. Благодаря им, конечно, и совершаются победы. Наверное, тяжело тем людям, у кого нет друзей и близких. Но если человек нуждается в помощи и о нем некому заботиться, то можно обратиться в Центр социального обслуживания населения. Там должны предоставить социального работника, который будет не только помогать по дому, но и может сопровождать в магазин, на прогулке, в больнице даже, например. Олеся инвалид второй группы. Ходить самостоятельно не может, поэтому к ней на помощь приходит Катя, социальный работник. Она стала для девушки самым настоящим другом. Мы очень подружились, как подруги стали. Она мне во всем помогает. Вот томографию назначили. Она меня на кресле до больницы, больничный комплекс, тут недалеко. Она на инвалидном кресле меня довезет. Мы с Катей как сестры стали. Катя в этой профессии совсем недавно, но не сомневается, что сделала правильный выбор. Профессия такая благородная – помогать людям, нуждающимся в помощи, пожилым, которых у нас тоже уже остается не так уж много, но в основном инвалидам, потому что им очень тяжело без чужой помощи. Комплексный центр социального обслуживания «Чебоксар» помогает почти тысячам горожанам. В большинстве случаев это люди с ограниченными возможностями здоровья. Доставляем им продукты питания, убираемся, содействие приготовления пищи, доставка медикаментов, сопровождаем в больницу. Все, что нужно пожилому человеку по хозяйству дома, мы все ему обеспечиваем. Для того, чтобы взять социального работника, надо обратиться к нам в центр. Зоя Филиппова свою фею-помощницу ждет у окна. Как увидит, сразу начинает улыбаться. Она инвалид с детства. Полина окна моет, пыль вытирает. В магазин ходим все, в аптеку, в полицию. Ну, что просим, то и делаешь. Она на праздники с вами тоже, да, ходит? Ходит, ага. Куда ходите на праздники? Полина Васильева раньше работала фельдшером в больнице. Ее стаж 30 лет. Выйдя на пенсию, не смогла усидеть дома. Любовь к людям и желание помогать привели ее в новую профессию. Дома надо сидеть. Я думаю, что я кому-то все равно полезная. Мне очень нравится. Более душой. Вот звонят. Вот Зоя Ивановна, сколько она звонит ко мне вечером, утром. Полина Николаевна, где? Мне вот это. Я любое время, если звонок, не смотрю, какая программа. Я пройду мимо, но захожу хоть на минуту, на пять минут. Что, чего, что им надо. Я привыкла. Сейчас уже это самая лучшая работа для меня. Я люблю эту работу. Я и в выходные дни хожу. Я вчера была у Сулеймановой 90 лет. Потому что знаю, что праздники люди не должны сидеть без хлеба. Молоко, хлеб. Я даже знаю, кому что. Каждый соцработник в среднем обслуживает по 10 человек. Количество посещений подопечных зависит от потребности. Кому-то нужна ежедневная помощь, кому-то достаточно двух посещений в неделю. На каждого человека составляется индивидуальная программа работы. Такой помощник, как социальный работник, может приходить не только к одиноким людям, но и к тем, чьи родственники из-за работы или по другим причинам не могут уделить достаточно внимания своим близким. Для пожилых и инвалидов, у которых пенсия ниже полторы прожиточного минимума, услуги бесплатные. Друзья, не забывайте, что все зависит от нас самих. И равенство возможностей мы делаем все вместе. Верьте в себя, будьте здоровыми, будьте счастливыми. Легкости вам радости и безграничного счастья. На улице уже по-настоящему летняя, теплая погода. Побольше гуляйте, встречайтесь с друзьями, ищите поводы для радости. А мы с вами увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин